Сотрудники областного департамента экологии выехали на шестой стационарный автоматический пост местного филиала Казгидромет в Петропавловске. Он находится по улице Кизатова в районе Академии Нацгвардии. Утром 24 апреля оборудование здесь показало превышение допустимой концентрации сероводорода в воздухе. Три часа дня замеры газоанализатора показали другие результаты. Превышения явно нет. Сейчас сами видите, ветер сменился. Замеры концентрации сероводорода в воздухе экологи произвели и на границе санитарно-защитной зоны Токазалжарсу. В пяти минутах от этого места находится накопитель для нечистот Биопрут. Превышения предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе эксперты не нашли. Подобные данные, которые посты Казгидромета считывают автоматически, отражаются в специальном приложении. Для сероводорода вы в приложении можете видеть, что установлено в микрограммах. Это 8. Сегодня превышение было чуть-чуть выше 8. Это 12-13, что соответственно является непосредственно превышением, но не является ВЗ, высоким загрязнением. Высоким загрязнением является превышение в 10 раз. То есть если это будет концентрация в 80 и экстремально высоким, это если в 50 раз, это то есть 400 микрограмм. Два года назад Биопрут начали чистить с помощью хлореллы. Проект, в котором используется микроводоросль, дает свои плоды постепенно, отметил директор научно-технологического центра воды. Ждать быстрого результата горожанам не стоит. Труба, перед которой мы стоим, получается, она выкидывает в сутки порядка 40 тысяч кубов. То есть примерно за зимний период она выкинула порядка 7,5 миллионов тонн всего, что произвел город. Там вообще все, и автомойки, и бани, и сауны, и все остальное. Получается, все это в течение зимы оно накапливается. И причем оно накапливается как в консерве, потому что сверху лед, ни один микроорганизм, выше плюс 10, вообще в принципе ничего не может делать. В принципе все вскрылось, сейчас в ближайшее время это все стабилизируется, дальше начнет работать хлорелла, ну и собственно запах прекратится. Накопитель источных вод построили в 1953 году. Александр Рейбант объяснил, что его никогда не очищали, поэтому за годы работы на дне оказалось 4,5 метра отложений. В ближайшие полгода специалисты научно-технологического центра воды будут продолжать запускать в накопитель хлореллу самостоятельно. После эти обязательства возьмут на себя сотрудники ТОК из Лжарсу.